Добрый вечер! Десятка финалистов уже объявлено. Победители принимают поздравления. Что вы подслушиваете? Судьи хранят тайну голосования. Я не имею права озвучивать мнение других членов жюри. А проигравшие ломают копья в онлайне. Я слышала несколько и совершенно точно я не пойму, если одна из них пройдет дальше в финал. Кто остался за бортом, чьи усилия так и не оправдались? Певица Жанет Сума не сходит по Евровидению. Кто сорвал овации жюри и кому Александр Тихонович поставил свой лайк? Я знаю, почему они показали класс. Потому что мало кто поет так, как мы. Самые яркие номера кастинга. Космический гонщик Паша против гуся Валеры. Скажи, скажи. Заяви о себе. Понравься, Алене Лонской, а? И звезды из народа. Гродненский преподаватель против бывшей медсестры Элмилы. Я в финал и не хочу. Все закулисные интриги прослушивания на Евровидении. Мы отпели, мы отпели. Кто умудрился прийти на кастинг дважды? И почему группа 3 плюс 2 теперь больше не хочет петь вместе? Мы уже один раз объединялись. Вообще-то, мне кажется, этого предостаточно. Откровенное признание конкурсантов и судейская правда. Знаете, я коллегой говорю или хорошо, или никак. Жесткая конкуренция, мужская дружба и вечный конфликт поколений. Все это прямо сейчас. Второй день прослушивания. В холле толпится поющий народ. Нормально настроенный. Впереди всех Виталий Карпанов с барабаном. Сегодня я буду барабанщиком в одной из непопулярных групп. То ли в шутку, то ли всерьез. Группа Дрозды в этом году решила тоже подать заявку на Евровидение. Евровидение – это же шведский конкурс. Ну, в Швеции проходит. Йог Микки Бро протосвенский, Йог Эрльс как глаз, Вак Кир Квина, Адидас. Это со шведского будет «Я люблю красивых женщин» в мороженое. Ой! Для пущей серьезности купили в женском магазине лосины. Правда ли, что лосины женские? Да, абсолютно правда. Для судей припасли кота. Нет, гуся в мешке. Как его зовут? Валера. Нам успех не надо. У нас все в порядке. А вот за Валеру будет обидно. За Валеру будет обидно. Ну, мы желаем Валерии удачи. Это все ради него. Через несколько минут гуся Валеру достанут из коробки. И он вмиг превратится в звезду интернета. Спев со сцены всего пару минут. Но артисты все равно остались недовольны своим пернатым другом. Мол, хотели, чтобы Валера показал в финале гуся, а он растерялся и дал петуха. Все получилось, надо сказать, что мы с Валерой репетировали, и в конце он должен был издавать вот эти звуки, которые издавал в начале. Скажи. Ну, скажи. Ну, скажи, Валер. Давай, давай, давай. Зайви о себе. Нравься, Алене Ланской, а? Но, несмотря на то, что ни один Валера во время съемок не пострадал, группу «Дрозды» в финал судьи так и не пропустили. Ведь по правилам Евровидения выходить на сцену с животными строго запрещено. Прославиться еще не добравшись до финала на кастинге пытались многие. Аброди-ка, аброди-ка, синие глаза. В зеркало глаза ты подводишь тушью. Адский парфюм, аж до утушья. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е! Погнали! Это топ самых странных участников по версии Байонета. Самое блестящее выступление у бывшей медсестры Эл-Милы. Я столько тепла тебе отдала, опустела душа. Она уже четвертый год подряд подает заявку на Евровидение. И каждый раз под разным именем интригует судей. Не знаю, вот нравится мне этот конкурс. Наша съемочная группа все эти годы тоже неустанно следила за творчеством бывшей медсестры. И только сейчас певица из народа открыла нам свою тайну. Я в финал и не хочу. У меня нет желания. Для того, чтобы попасть в финал и поехать представлять страну, ну для этого, наверное, а может быть я и не готова, а может быть я к этому и не стремлюсь. А вот этого человека с циквояжем зовут Александр Иванович Филиппов. Два года назад именно благодаря прослушиванию на Евровидение преподаватель Аграрного университета вдруг проснулся знаменитым. Его гимн про хоккей в Байонете занял первое место, превратив своего автора в интернет-мема. А ну вперед, а ну зови, Еще удар, еще удар, Еще бросок, еще бросок. В этом году доцент Филиппов привез на суд жюри песню про «Синие глаза». А тут как-то вот приснилась песня. «Синие глаза», «Синие глаза». Бывает мне так, иногда во сне приходят, две-три таких песни есть, я их записываю, но те подлиннее, а вот эта вот была, как раз я так посмотрел, она вкладывается в три минуты. Я говорю, ну почему бы не съездить? Невозможно было пройти мимо и короля корпоративов Тимура Пряхина. Каждый год эвец тратит тысячи долларов на костюмы и постановку номера для Евровидения. Костюм рейсера космического. Это наш послание, которого мы пробуждаем. Он несет послание мира. Но пока судьи так и не ценили душевный затрат артиста. Космическое послание Пряхина осталось без внимания. А вот установка с 3D-изображением заинтересовала самого народного артиста Александра Тихановича. Сказал, что продолжим сотрудничать. Возможно, что-то и получится. Александр Григорьевич даже номер телефона попросил у конкурсантки на всякий случай. В этом году заявок на Евровидение пришло такое огромное количество, что прослушивание растянулось аж на два дня. Это позволило некоторым конкурсантам на кастинг прийти дважды. Вот группа «Раскаленные утюги» в первый день прослушивания. А вот они снова, но уже вместе с группой «Стэй». Просто ребятам помогаем, мы с нами на бэк-вокале. У нас такая маленькая роль. 50 шансов пройти из-за этого. С одним или вторым проектом. В звезде детского Евровидения Ольге Сатюк тоже пришлось дважды петь перед судьями. Сначала за себя. А потом за того парня. Кстати, бэк-вокал у многих конкурсантов порой был более маститым, чем сами солисты. На бэках у Ален Хитт спел серебряный призер Славянского базара Андрей Колосов. Ну, это дружеский визит. Он попросил, я сказал, конечно, с удовольствием. А дуэту «The M» подпела участница детского Евровидения Алина Молош. Ну да, бэк-вокал дорогой. Дорогой, да больше. Но плох тот бэк-вокалист, который не мечтает стать звездой Евровидения. Вот и 19-летний Кирилл Ермаков решил, хватит ему прятаться за чужими спинами. Пора отвоевывать свое место. Пел два года. Первый год это был мой опыт с Юрием Ващуковым. Второй опыт это был в прошлом году на национальном отборе с Лешей Гроссом. И у Валерии Садовской. Пройдет всего несколько часов, и Кирилл Ермаков узнает, что в этом году он выйдет на сцену национального финала Евровидения. А среди его конкурентов будут те, кому Кирилл когда-то подпевал. Алексей Гросс и Валерия Садовская. Кстати, были и те, кто до сих пор не оставляет надежды попасть на Евровиденную сцену снова. Но пока еще ни одному белорусу не удавалось совершить попытку номер два. Это выступление группы 3 плюс 2 на Евровидении в Осло. На сцене три девушки и два парня – Артем и Егиазар. После выхода в финал группа споет вместе всего пару раз. А потом, без объяснения причин, музыканты расстанутся. На сцене поет Артем Михаленко. Среди зрителей замечаем Егиазара. Как, тебе нравится или нет? Интересно. Интересное начало. Лучше, чем у тебя? Ну, как, может быть, лучше, чем у меня? Молодец, красивая песня. Он постоит, послушает и уйдет. Не будет ждать Артема, чтобы похвалить его лично. Вообще в хороших отношениях? Ну, привет пока, наверное. Пить вместе они больше не хотят. И поехать на Евровидение мечтают лишь в одиночку. Мы уже один раз объединялись. Мне кажется, этого предостаточно. Результат был неплохой. Мы вошли в финал. Но в этот раз результат будет совершенно иным. Ни Егиазар, ни Артем Михаленко в национальный финал не попадут. Видимо, судьи решат, что с переменой слагаемых сумма все же меняется. Кастинг на Евровидение ничем не отличается от других конкурсных прослушиваний. Пресса, фото вспышки, звездные жюри и среди участников одни и те же лица. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Иногда надо давать шансы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Иди отсюда, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Их называют проектными героями. Третий раз пытаемся попасть в финал, но мы претендуем только на финал, на Евровидение самопоездку. Мы не хотим этого. Мы хотим просто финал. Они ходят на шоу, как на работу. Ведь телевизионный реалити – хороший способ, чтобы тебя заметили. Так почему бы не попробовать? Участие в реалити-шоу в любом. Оно помогает. И вообще любой негативный опыт, он гораздо лучше позитивного. Ян Майерс уже второй раз пытается пробиться на Евровидение. Говорит, после Хачук Меладзе ему уже никакой шоу-бизнес не страшен. Я не прошел, потому что никто там эти рычажки не дернул. И они стали меня разводить на скандал, что я там такой старый. Но это, кстати, был первый аргумент. На тот момент мне было 26 лет, и я ровесник Полины Гагариной. Конечно же, я не устояла. Я на первой, кто кричал. Ты старый! Ты старый! Финал Евровидения Ян Майерс в этом году так и не прошел. То ли снова из-за возраста, то ли по другим причинам. Судьи не стали объяснять, почему. Знаете, я коллегой говорю или хорошо, или никак. Участнику дуэта с ДМ Михаилу Сосунову повезло гораздо больше. На Евровиденном кастинге судьи не развернулись к нему спиной. Александр Тихонович поставил ему свой лайк. Знаешь, почему они показали? Я знаю, почему они показали класс. Потому что мало кто поет так, как в МММ. Впрочем, на пути Миши были не только победы, но и падения. Ничего нет. Миша участвует в конкурсах с детства. Семь лет назад пел в финале детского Евровидения. Тогда в финале победила три девочки. Среди них была и Алина Молыш. Та самая, что сейчас поет у Миши на бэк-вокале. Мы с 2008 года с Алиной знакомы. Причем с этой студией познакомились. Дети Евровидения и Славянского базара. В этот раз больно толкали локтями и наступали на пятки ветеранам шоу-бизнеса. Я скажу так, что я и не молодой, и не старый. В этом году в финал Белорусского Евро не попали ни песниры, ни группа «Чистый голос», ни певица Жанет. Это должно было стать ее шестым Евровидением. Певица Жанет с ума не сходит по Евровидению. И для меня этот конкурс – это такой прекрасный момент взять себя в руки, не дать себе расслабиться и встать на какую-то ступень выше. Такой непредсказуемый финал еще до объявления результатов напророчил другой ветеран белорусского шоу-бизнеса – продюсер Макс Олейников. Пришло время, оно на самом деле пришло, когда старые уйдут, придут совершенно новые люди. Вот сейчас идет смена поколений. Им 18 лет, а те уже дядьки. То ли специально, то ли так получилось, но смена поколений все-таки произошла. И в этот раз в десятку лучших попали те, кому нет еще и 30-ти. Эй, привет! Вот она, десятка. Смотрим, слушаем и выбираем своих фаворитов. В тое место, где спевают святы, там, колисты свою правду знайшли. В тое место, где спевают святы, там, когда желают двумя двумят, там, когда желаю запретить Via the Cartoon в Чем его во время и в сроке. В тое место, где спевают святы, здесь вообще не было данным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА